ДРОЙДБОКС 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 Всем привет, я Женя. Я Леон. Мы компания Дроидбокс и сегодня мы представим вам наш новый продукт Дроидбокс Т8 Мини. Для нас для всех знакома ситуация, когда для просмотра любимой передачи или любимого фильма мы используем конфигурацию, состоящую из лаптопа, HDMI кабеля и телевизора. Вот, собственно, они у нас здесь представлены для вас. Мы сами очень долго пользовались именно такой конфигурацией, но один день мы решили, что нам это не очень нравится, это не очень удобно, мы используем лаптоп не по назначению и мы придумали разработать что-то новое, что бы позволило бы нам смотреть наш любимый материал, фильмы, слушать музыку или смотреть фотографии все в одном месте и в удобном интернете. Хорошо, Женя, расскажи, пожалуйста, про Дроидбокс Т8 Мини более подробно. Что же это такое? Это мини-компьютер на Android операционной системе со своим пользовательским интерфейсом, который заточен под телевизор. Так как это мини-компьютер, конечно же, у него есть свой процессор, 4 ядра, 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренней памяти, вполне достаточно для многих программ. Также присутствует HDMI-выход, то, что вы можете подключать к любому телевизору, LAN-порт для подключения к интернету проводом и, конечно же, Wi-Fi. Вот, например, у меня дома стоит Samsung с Smart TV. Я могу на нем смотреть какие-то определенные аппликейшнсы и заходить в интернет, скажем. Чем Android Box лучше Smart TV? При помощи Android Box вы можете делать то же самое и больше. То же самое можно выходить в интернет, браузер, YouTube, различные программы для просмотра телевидения. Что больше, так как это Android, то вам доступны программы с Google Play Маркета. То есть это миллионы программ, которые у вас на планшете, на вашем телефоне, которые нельзя установить на Smart TV. Управление осуществляется при помощи вот такого вот устройства. Это мини-клавиатура со встроенным акселерометром. В зависимости от положения устройства у вас на экране двигается курсов. То есть вверх-вниз положение акселерометра. С другой стороны мини-клавиатура полная QWERTY. То есть легко набирать текст, искать в браузере, если вы что-то хотите найти, ввести в строку поиска. При помощи экранной клавиатуры можно вводить текст, либо можно вводить печатая его. на клавиатуре. Как я упоминал, Google Market есть, в котором миллионы различных программ, игр, что хотите. То есть игры вы где-то играть на этом аппарате так же можно? Да, можно играть с игры, которые на планшете, где управление на экране, допустим, то же самое Angry Birds, как вот видите на экране. Либо для более продвинутых игроманов у нас есть решение при помощи джойстика. И вы всегда его нощите с тобой в кармане? Да. Ну, выглядит очень впечатляюще. Я думаю, для любителей игр, особенно, наверное, эмуляторов, это... это не только эмуляторы, последние гонки, различные экшен, RPG и так далее. То есть очень много игр. И оно идет достаточно хорошо, то есть не лагает, не тормозит? Нет, так как я упоминал, это мини-компьютер, здесь есть своя видеоплата, видеокарта мини, пятиядерная. То есть достаточная, чтобы обрабатывать графику на достаточно высоком уровне. Я думаю, мы вернемся к играм и продемонстрируем чуть позже, как это выглядит в действии. Хорошо. Что касается, касательно телевидения и просмотра, скажем, каких-нибудь программ в прямом эфире. Есть ли возможно? Да, есть. На Android Box мы предусмотрели, мы создали свой маркет, в который мы отобрали различные программы, которые я лично использую сам. Список постоянно дополняется, так как их появляется все больше и больше. Допустим, одна из моих любимых это FS Video Box. То есть при помощи FS Video Box вы можете смотреть все новейшие фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, телепередачи, все. В общем, как это работает? В интернете множество свободных источников, как вы бываете, ходите по сайтам, ты, Леон, ищешь какие-то, находишь сайт, нашел фильм и стримишь. Я именно так и делаю. Именно так и делаешь. А программы эти, они делают то же самое, но за тебя. Они проходят по всем сайтам, ты выбираешь фильм, они проходят по всем сайтам, находят источники доступные и, соответственно, ты можешь выбрать какой из них смотреть, то есть с какого источника. Я понял. То есть это подборка разных ресурсов в один источник? В одном источник. Хорошо. А как насчет качества? Какого качества эти программы? Зависит от того, с какого сайта стремятся, вплоть до Full HD 1080p. Хорошо. И нужно ли платить за это телевидение что-то? В данном случае за фильмы? Нет. За это все бесплатно. Эти программы именно берут источники, доступные в свободном доступе. Также есть торрент телевидения, которое позволяет весь пакет российских и не только каналов, то есть российские, украинские в различном качестве. С торрент ТВ это отдельная история. это мы будем в следующих видео показывать как правильно настроить ваш интернет, чтобы получить максимум торрент телевидения. Есть программы Наши ТВ, которые смотрители дома-музея не ограничиваются. Они говорят, что большинство российских каналов, как правило, которые доступны в свободном доступе, закрытые каналы доступны через торрент телевидения. То есть я смотрю, быстро срабатывает по большому счету после нажатия каналов. в отличие от смарт-телевидения это работает гораздо быстрее. Сейчас происходит загрузка. Бывают ли проблемы со стримами? То есть, например, как вы уже сказали, я пользуюсь стримами сам иногда. Бывает, что захожу на стрим, он не работает. Бывает, тогда идете и выбираете другое стрим. То есть это не проблема в самом аппарате, это проблема в самом стриме. Правильно, за бесплатное нужно немножко заплатить своим временем и поискать понимаете что-то более доступное. в принципе, да. Вот. Будет множество, мы будем делать дополнительные видео, какие программы, это все у нас на фейсбук-странице, на веб-сайте, в твиттере. То есть будем постоянно пользователи оповещать о новых, о новинках, о новых программах, доступных через наш маркет, о новых играх, новом функционале. Также мы регулярно выпускаем обновления. То есть если операционная система, сейчас Android 5.1, когда появится Android 6, соответственно, пользователи смогут обновиться. Это называется over-the-air updates. Так что через. Насколько мне известно, этот аппарат также поддерживает программу Kodi. Да, Kodi это медиа-центр, который основан на открытом коде. Вы можете легко настраивать фильмы, передачи. Если у вас есть компьютер, десктоп, либо NAS диск, NAS драйв, по-английски, то вы можете получить доступ к файлам, которые у вас на компьютере. То есть этот девайс объединит всю вашу технику дома в одну точку? Для пользователей, которым не нравится управление при помощи клавиатуры, мы предусмотрели вариант управления при помощи телефона. То есть для этого надо пойти в Google Play Market, установить программу Droidbox Share и пожалуйста, вы можете фотографии со своего устройства, это может быть телефон Android либо iPhone, отправлять на экран Droidbox, перематывать, это может быть видео, это может быть документ, допустим, открываем документ, его можно увеличить, она еще загружается, управление можно при помощи вот на экране я ввожу пальцем и курсор двигается в зависимости, просто надо программу настроить, в которой документ вот собственно открылся документ, а также можно управление на экране телефона появляется экран телевизора, я двигаю пальцами, увеличиваю, то есть как на обычном телефоне двумя пальцами и изображение, вот, отправляемся на основной экран, то, что сейчас на экране телевизора у меня здесь на смартфоне, то есть я могу открывать программы, могу браузер, то есть вы по большому счету нажимаете на экран только у тебя на телефоне, да, вместо того, чтобы давить, принцип управления такой, что при помощи Droidbox ваш телевизор становится большим планшетом, ну, в принципе с управлением все достаточно просто, понятно и многофункционально, по большому счету вы можете использовать любой девайс, чтобы управлять этим замечательным Droidbox T8 Mini. Евгений, что касательно цены? Цена вопроса Droidbox T8 Mini с мини-клагатурой, которую я вам уже показывал, в комплекте будет стоить нашим пользователям всего 89 фунтов. Я считаю, что это небольшая цена за качественное оборудование, за техподдержку, которую мы оказываем и за обновление которые будут регулярно выходить для этого устройства. Имеется ли какой-то гарантийный срок? Да, конечно, один год. Ну, вполне нормально. Да, я тебе хочу добавить, что разработка программного обеспечения разрабатывается самим Droidbox. Да, мы сами делаем все программное обеспечение под это устройство. На этом, на этот раз все. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их внизу под этим видео, ставьте лайк, жмите share и следите за новыми новостями. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.